В начале 50-х годов транспортная авиация обладала более скромными возможностями погрузоподъемности, нежели сейчас. Главной задачей конструкторов при создании этой машины было снижение веса. По этой причине корпус самоходки был полностью выполнен из алюминия и имел минимально возможные размеры. Конструкторы отказались даже от полноценного боевого отделения для экипажа. Самоходчикам фактически приходилось сидеть на своей машине верхом. Броневая защита на Скорпионе почти отсутствовала, к ней можно было отнести только установленный на орудие щиток. Но он обеспечил лишь формальное укрытие, так как был очень небольшим по размерам. Амалиева и его страна, вдобавок ко всему, была ослаблена смотровым окном для механика-водителя. Да и гарантированно уберечь от пули и осколков он также не мог. В 1953 году боевая машина поступила на войсковые испытания, а уже в 1955 году была принята на вооружение. Серийное производство противотанковой самоходки М56 продолжалось с 1953 по 1959 год. Единственной войной, в которой успел принять участие Скорпион, была война во Вьетнаме. Против танков данные самоходки во Вьетнаме не использовались. Основной их задачей там являлось подавление вражеских огневых точек, дотов и дзотов. По мере поступления на вооружение легких танков Шеридан, самоходки М56 Скорпион передавались войскам Южного Вьетнама. Ну а как те использовали, информации нет. Собственно, вот и вся история. А премиум на ПТ-7 уровне М56 Скорпион. Вам наверняка везде, где только можно, прожужжали все уши и не мудрено, ведь у вас весьма мало времени на то, чтобы ее купить. Правда, разумеется, принимать решение, тратить ли свои кровные 1200 рублей на эту машину или нет, принимать вам. Для этого данный обзор и нужен. Вы послушайте о сильных и слабых сторонах машины и сможете сделать свои собственные выводы. Наверняка многие из вас надеялись получить в лице этой машины замену Е-25. Я скажу так, они немного и кое в чем похожи, но все равно абсолютно разные. Так что не ждите, Скорпион это не Е-25. Но давайте рассмотрим все по порядку. Во-первых, броня. Извините, я просто рассмеялся над тем, что употребил в отношении этой машины слово броня. Вы уже наверняка наслышаны. Везде по одному миллиметру. Везде. Везде, 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 везде. Если вас засветили, а вы прошляпили вспышку или на секунду замялись, вам конец. Никто не даст вам ни малейшего шанса на выживание. Если Е-25 еще и может где-то как-то случайно совершенно отрикошетить снаряд, то здесь даже не надейтесь. Не надейтесь ни секунды ни на что. Все снаряды будут проходить с уроном. За исключением тех редчайших случаев, когда снаряд будет спотыкаться об гуслю. Благо те широкие. Единственное, что пожалуй вам даст некоторые шансы на выживание в случае засвета, это размеры. Машина очень маленькая. И кроме того, она быстрая. Да, пришло время поговорить о скорости и маневренности. Здесь стоит движок 200 лошадиных сил. Вроде бы как бы немного, но сама машина весит, внимание, 7,5 тонн. Удельная мощность вкупе с хорошей проходимостью позволяет набрать максимальную скорость ну очень быстро. Правда, эта максимальная скорость не слишком высока. 45 км в час на 20 км в час меньше, чем у немецкого оппонента. Но, несмотря на невысокую максималку, все-таки благодаря динамике разгона и общим размерам, машина ощущается порой как легкий танк. Хочется, очень хочется в самом начале боя разогнаться куда-нибудь, ворваться, иногда даже активно подсветить. Но будьте с такими порывами поаккуратнее, потому что А. Максималка не настолько хороша, как бы вам хотелось. Б. Права на ошибку нет совсем. И В. Обзор отвратителен. 350 метров. Для ПТ-САУ никуда не годно. Единственная причина, по которой вас могут не заметить раньше, чем вы противника, это размеры вашей машины. Но это все. С таким обзором вы можете только разве что на городской карте выскочить из-за угла как черта с табакерки и также быстро спрятаться за другим углом. В остальном же будьте аккуратнее. Но да, с такими размерами и динамическими характеристиками, конечно же, не хочется стоять где-то вдалеке в кустах. Но тем не менее, давайте продолжим. И перейдем к орудию. Оно очень и очень годное. Но приспособлено скорее все-таки для стрельбы с дистанцией. Калибр 90 мм. Урон 240. Скорострельность приемлемая для данного калибра. Но вот показатель бронепробития просто восхитительный. 219 мм на седьмом уровне. С учетом отличной точности, показателей которой сводятся к разбросу в 0.33 м на 100 м и 2 секундам сведения, у вас не возникнет никаких проблем, чтобы эффективно стрелять, даже находясь внизу списка. Но всегда будьте очень аккуратны, повторюсь, права на ошибку у вас нет. Теперь насчет оборудования. Я бы здесь рассмотрел, пожалуй, только пару вариантов. И первый из них для больших любителей кустов. Сразу оговорюсь, я не понимаю, зачем вообще покупать данную машину для того, чтобы на ней стоять в кустах. Но тем не менее, вы можете поставить стереотрубу вместе с маскировочной сетью. И тогда ваш обзор станет, ну, более-менее приемлемым. Очень условно более-менее приемлемым. Маскировочная сеть вместе с каким-нибудь камуфляжем придаст вам еще большую незаметность. Ну, а досылатель нужен всегда и везде. Повторюсь, лично я бы в таком стиле на данном аппарате играть бы не стал. Слишком соблазнительно хорошая динамика и малые размеры. Но все-таки, с учетом того, что у вас нет ни единого права на ошибку, я предполагаю, что некоторые не смогут на этой машине в активный геймплей. А вот если вы хотите играть на Скорпиончике поактивнее, то тогда, конечно, досылатель никуда не денется. Далее я бы поставил оптику, потому что стереотруба 3 секунды ждать очень неохотно. Но, правда, конечно, оптика не даст нам такого уж хорошего прироста. Все же не 350 метров останется. А вот с третьим модулем, честно говоря, большие проблемы. Я бы хотел, конечно, поставить сюда стабилизатор, но мало ли что я хотел, сюда его поставить нельзя. Равно как и нельзя поставить вентилятор, по понятным причинам. Поэтому в третий слот за неимением выбора я бы воткнул разве что только приводонаводки. Но с учетом того, что машины и так сводятся очень быстро, они не имеют огромного смысла. Про геймплей на этой машине говорить особо много не буду, потому что уже вскользь упоминал о нем ранее. Но, тем не менее, есть два варианта, на мой взгляд, игры. Это кустовой вариант, который мне не подходит совсем, но который подойдет тем, кто не сможет выживать на этой машине дольше двух минут. А такие проблемы, я думаю, будут у многих. С учетом одного миллиметра брони, любая арта, которая вас бросит, любой танк, все снаряды пройдут вас с полным уроном. Я бы, ну, по крайней мере, от себя лично рекомендовал бы, наверное, играть все-таки поагрессивнее. Но ваша агрессия должна очень четко контролироваться. Вы не можете слишком легкомысленно позволить себе высунуться лишний раз. Вы не должны никому подходить близко. Да, вы можете быстро сменить фланг, если потребуется, но все-таки держаться на средних, а порой лучше на дальних дистанциях. Можете легко использовать любые неровности в свою пользу, потому что УВН здесь просто отличный. Углы горизонтальной наводки тоже ничего. Ну, правда, конечно, вращающуюся башню не ждите. Также не забудьте запастись ремкомплектами, потому что орудие будет критоваться, ну, очень и очень часто. У меня только в первом бою было два крита до красного. Вот, пожалуй, и все. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 The driver's injured. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА One of our tracks is damaged. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА